Достигай Израиль и весь мир Баруха Шем, возлюбленные! Благословенно имя Господа! Меня зовут Равен Кёрт Шнайдер, добро пожаловать! Мы с Синтией приветствуем вас на очередном выпуске программы «Узнавая еврейского Иисуса». Дорогая, мы сегодня поговорим о древней истине, которую Бог открыл через еврейский народ. Он открывается миру через каждого, кто поверит в него. Он может говорить даже через осла. Но Бог почему-то решил, что спасение будет открыто или явлено именно через еврейский народ. Это напоминает мне о сне, который был у тебя много лет назад. Расскажи о нем. Ой, я так благодарна Духу Святому за то, что он открылся мне. Однажды ночью у меня было что-то среднее между сном и видением. Это было очень мощное видение, всего на одну секунду, но оно стоит тысячи слов. Я увидела себя у сцены, и я понимала, что там все готовится к финальной сцене. Я посмотрела в зал и увидела, как между рядами с троем идут люди, а ведет их лев Иудин, Иисус. Он вел свой народ, еврейский народ, на финальную сцену. И я поняла, что он имеет особое призвание для еврейского народа. Именно об этом мы поговорим в сегодняшней программе. Баруха Шем, я рад снова быть с вами. Мы продолжаем говорить о том, как Иисус выполняет библейский иудаизм. Я уже рассказал вам о плане спасения, и мы выяснили, что в Ветхом Завете или в Танахе евреи спасались так же, как люди спасаются и сегодня. Иными словами, в еврейской Библии Евангелие было представлено в более примитивной форме. И мы уже говорили, как Бог сегодня выбирает людей не только среди евреев, но среди всех народов и племен, так же Он избрал евреев Ветхим Заветем. Бог сказал израилитянам, именно вас я выбрал среди всех народов земли. Таким же образом, сегодня Писание говорит нам, что благодаря любви Отца мы были избраны во Христе еще до основания мира. Затем мы говорили о том, что евреи были спасены, то есть как только они были избраны, они получили доступ ко спасению тоже через веру. Вера жива и действенна. Когда Бог явился Авраам и говорил с ним в книге «Брешит» или «Бытие», это зажгло веру внутри Авраама. Когда Бог является кому-то, его дух наполняет сердце этого человека, и в нем автоматически появляется вера. Итак, Бог избирает себе людей, а потом приходит к своим избранным, и когда Он говорит к ним, через интуицию, через слово или через сны и видения, в них начинает подниматься вера. А когда мы начинаем действовать на основании этой веры, мы входим во спасение. Например, Моисей верил, что Бог будет с ним, и поэтому он смог пойти и вывести израилитян из рабства. Моисей сказал Господу, «Если ты не пойдешь со Мною, я вообще никуда не пойду». И Господь ответил, «Я буду с тобой». После этого Моисей поверил и начал двигаться вперед. Итак, он привел израилитян к свободе. Итак, Бог пришел к Моисею, суверенно избрал его, и явился ему у горящего куста. В результате этого переживания и общения с Богом, в Моисея поднялась вера, и он смог действовать. Также и сегодня Бог суверенно решил в какой-то момент в вашей жизни открыть вам, что Иисус — это путь к Нему. А вы поверили и начали действовать. Мы начали читать Писание, ходить в церковь, молиться и быть послушными Богу. И все это привело вас к более глубоким отношениям с Богом. Затем мы говорили, что Бог полюбил нас, избрал нас и дал нам веру, но из-за нашего греха требовалась еще и кровная жертва. Мы читали в книге Левит, 17 главе, 11 стихе, что жизнь — тело в крови, и Господь дал нам ее на жертвенники, чтобы сделать искупление наших грехов. Потому что только кровь, благодаря жизни, которая есть в ней, может дать искупление. На прошлой неделе мы говорили о том, как израилетяне получали спасение. Каждый год они получали прощение своих грехов через кровь жертвы. Наем Кипур, или День Искупления, первосвященник входил во святое святых в Скинии, а потом и в храме, и выливал кровь козлов и тельцов на крышку Ковчега Завета. И когда Господь видел эту кровь, Он прощал Свой народ, потому что кровь означала, что чья-то жизнь была отдана. За виновных людей были убиты невиновные животные. Господь придумал такой метод искупления израильтян, потому что невинное животное символизировало Иисуса. Как я говорил в прошлых программах, это похоже на принцип кредитной карты. Вы идете в магазин и покупаете что-то на вашу кредитку. На самом деле кредитка не имеет никакой ценности, но продавец принимает ее, потому что знает, что будет и настоящая уплата. Также и Господь принимал те жертвы во времена до Иисуса, потому что Он знал, что те жертвы символизируют Иисусом, и скоро будет настоящая уплата. Итак, мы рассмотрели суверенность Бога в вопросе выбора. Мы говорили о том, как Он приходит к Своим избранным и вкладывает веру в их сердца, а потом мы действуем на основании этой веры. Затем мы рассматривали покрытие кровью как метод искупления. А на прошлой неделе я закончил рассказывать о принципе посредничества. Многие люди говорят, «Мне не нужен посредник, мне не нужен Иисус, я иду прямо к Богу». Но если мы посмотрим в Тору, то увидим, что принцип посредничества был всегда. Моисей ходатайствовал за Израиль. Он был посредником между Богом и Израилем, а еще были священники. Бог избрал левитов, чтобы они приносили жертвы в храме от имени всех евреев. Каждый израилетянин не мог сам принести свою жертву Господу, а он должен был сделать это через священника, который затем приносил эту жертву от имени того человека. Теперь вы видите, как Ветхий и Новый Завет и план спасения в обоих заветах идеально совпадают. В Ветхом Завете план спасения был открыт в более примитивной форме, а в Новом Завете он был исполнен во Христе Иисусе. И сегодня я хотел бы затронуть последний пункт в плане спасения — роль еврейского народа. Сегодня во многих кругах встречается довольно опасное заблуждение. многие христиане решили, поскольку израильский народ в целом отверг Иисуса и продолжает не верить в Него, Бог отвернулся от Израиля. Они также считают, хотя израилетяне были когда-то Божьим избранным народом, как об этом говорит Библия, но из-за того, что сегодня еврейский народ в целом отвергает Иешуа, многие христиане из-за этого решили, что обещания, которые когда-то принадлежали Израилю, были отняты у них и переданы новозаветным верующим. То есть, Израиль якобы больше не занимает место Божьего избранного народа. Но я хочу сказать вам, что это очень далеко от истины Павел четко и ясно сказал. Хотя евреи и отвергли Иешуа, призвания Божьи на их жизни остаются неизменным. Они все еще на особым счету. Поэтому сегодня мы вернемся в самое начало. И я покажу вам избранность Израиля. А потом я покажу вам, что Израиль все еще играет уникальную роль в Божьем плане спасения и в истории Царства Божьего. А теперь я приглашаю вас к молитве. Отец Небесный, мы просим тебя о духе мудрости и откровения для познания тебя. Отец, помоги мне донести это просто и ясно, чтобы каждый человек понял и мог молиться о спасении еврейского народа. Пусть они поймут, насколько евреи важны для событий последнего времени и возвращения Иисуса Христа. Аминь и аминь. Иисус сказал Своим ученикам, «Я даю вам власть над злыми духами», и мы видим подтверждение этому везде, где мы бываем. Приведите сюда эту девушку. «Сатана, во имя Иисуса я приказываю тебе, открой глаза и посмотри на меня. Смотри на меня, Сатана, ты лжец. Я приказываю всем демонам уходить. Во имя Иисуса, дорогая, открой глаза». Спасибо вам. Аминь. Аминь. Равенкерт ничего не говорил о демонах или сатане. Он просто служил. Иногда он чувствует это в духе, и демоны вдруг начинают проявляться. Думаю, все дело в силе Божьего присутствия, которое спускается с небес. Поэтому мы видим эти проявления демонов и бесов. Они не могут это вынести, поэтому начинают вылезать наружу. А они хотят убежать и убегают. Любовь Иисуса так сильна, Его сила так прекрасна, Его мир такой огромный и глубокий, что как только эти демоны встречаются с помазанием Иисуса, они тут же хотят бежать. А вот как все просто. Это столкновение между духами тьмы и духом Иисуса. И тут никакой конкуренции. Как только они встречаются с миром Божьим, их нет. Давайте вернемся к началу, к первой книге Библии Брешит и почитаем о призыве Авраама. Итак, Бытие 12 глава, начнем с первого стиха. Послушайте Слово Божие. «И сказал Господь, это личное имя Бога». До этого Ятхе, Ватхе произносили с таким благоговением и придыханием. Яхве. Это памятное имя Бога на все века. Итак, «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего и иди в землю, которую Я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Итак, все народы земли благословятся через Авраама. Услышьте меня, мы должны почитать уникальность еврейского народа. И вот почему Бог сказал, «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Они избранный народ. Даже Иисус пришел к нам через них. Господь говорит, не будьте надменными по отношению к еврейскому народу, потому что ваше спасение пришло от них. Это как с нашими родителями. Разве мы не должны почитать наших родителей за то, что они дали нам жизнь? Также мы всегда должны почитать еврейский народ, потому что именно через них мы получили Писание, мы получили Мессию, апостолы тоже были евреями. Поэтому нам стоит почитать Божие благоволения на этом народе, потому что они стали благословением для всей церкви, и через них мы смогли узнать Бога. Помните, Павел посетил множество языческих стран и открыл там много церквей, но при этом он был евреем. Итак, как вы уже поняли, еврейский народ занимает особое место в Царстве Божьем. Давайте посмотрим, что еще говорит Писание по этому поводу. Бытие 17 глава 5 и 6 стихи. Только что мы читали 12 главу, где Господь сказал Аврааму «Следуй за Мною». Опять же, когда Бог говорит, в Его Духе есть творческая сила, и эта сила зажигает дух человека. Как говорит Писание, «В тот день твой народ добровольно пойдет за тобой на битву». Иными словами, когда Бог изливает на кого-то свой дух, и человек это принимает, то в человеке сразу же зарождается вера. Помните, Иисус сказал Лазарю «Выйди вон». И что же сделал Лазарь? Вышел! Когда Бог говорит, человек внимает. Такова природа отношений между Творцом и Его творением. Также Бог проговорил к Аврааму и в Аврааме зажглась вера. Вы имеете веру, потому что Бог открылся вам. Возможно, вы даже не понимаете этого. Вы думаете, «Иисус никогда не являлся мне лично. Я не общался с Богом в горящем кусте. Мою комнату никогда не наполняли ангелы». Так о чем вы встречи? Встречи очень тонкие. Бог явился Аврааму и говорил с ним. То есть любой верующий верит лишь потому, что Бог сам открылся ему. Иногда вы слышите истории о том, как наркоман, алкоголик, мусульманин или еврей пережил невероятную встречу с Богом. И в результате этой встречи человек получил свободу и веру в Бога. И нам тоже хотелось бы чего-то подобного. Возможно, с вами ничего такого не случалось, но если вы вспомните себя лет в семь, восемь, то можете вспомнить, как вы были в церкви и поверили. Вы поверили, что Бог любит вас и что вы ценны для Него. Вера в Иисуса вошла в ваше детское сердце, и это переживание такое же сильное, как и зрелищные свидетельства других людей. Поэтому не нужно недооценивать свои сверхъестественные отношения с Богом. Ну, а мы идем далее. Бытие 17 глава 5 и 6 стихи. Итак, «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множество народов. И весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народ, и цари произойдут от тебя». Здесь говорится о том, что еврейский народ — это основа спасения, которая придет для всего мира. Помните, Бог сказал Аврааму, «В твоем семени благословятся все народы земли». Эти слова цитирует Павел в послании к Галатам по отношению к Иисусу. Павел превозносит Иешуа и говорит всей церкви. «Этот Иешуа и есть семя исполнения обещания, которое Бог сделал Аврааму». Когда Бог сказал Аврааму, «В твоем семени благословятся все народы земли», то это семя, о котором говорил Бог, и есть Иешуа. Поэтому нам нужно осознать, что Бог использовал израильтян очень особенным образом. И мы должны почтительно относиться к ним, потому что они играют ключевую роль в нашем мире сегодня. Как я уже говорил сегодня, многие христиане считают, что евреи не верят в Иисус. И поэтому Бог оставил их и обещания Божии, которые когда-то принадлежали евреям. Сейчас принадлежат нам. Некоторые даже считают, что евреи находятся под проклятием за непринятие Иисуса. Но ответьте мне, видите ли вы руку Божию на еврейском народе и сегодня? Посмотрите, сколько евреев среди докторов, банкиров, ученых, изобретателей, медийных лиц, представителей сферы развлечений и так далее и тому подобное. Иными словами, влияние, которое евреи оказали на землю, просто необъяснимо. Евреев на земле очень мало. Их всего лишь одна пятая от одного процента всего населения земли. Но посмотрите, сколько нобелевских премий они получили, сколько медицинских и научных прорывов они совершили. Это поразительно. Но лидерами почти во всех сферах являются евреи. Чем это объяснить? Особым Божьим благоволением на них. Даже на тех, кто от верка Иисуса, рука Божия все еще прибывает. Поймите меня правильно. Иисус сказал еврейскому народу, «Если не поверите в Меня, умрете». Но мы сейчас говорим не о спасении, а о том, что евреи это отмеченный Богом народ. И это видно в Писании с самого начала. И даже в наше время мы видим, что в них есть нечто особенное. А еще они играют важную роль для последнего времени. А нам с вами важно понять, в чем заключается эта роль. Так мы будем на одной волне с Духом Божьим. Это наполнит нашу жизнь божественной энергией. Еще хочу прочесть вам из Исаии. Это 49 глава 6 стих. На этом, пожалуй, мы закончим сегодня, но не забудьте посмотреть нас через одну неделю. Послушайте, что говорит Господь через пророка Исаия. «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». В наше время Бог поднимает верующих евреев, таких как я и многие другие, чтобы мы несли Евангелие до краев земли. Евреи играют уникальную роль в это последнее время, ведущая к возвращению Иешуаха Машеха. И я хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за поддержку этого служения и того, что мы делаем. Обязательно посмотрите нашу программу на следующей неделе. Тогда я покажу вам, что сказал Павел в послании к кремлинам о спасении еврейского народа и их роли в Царстве Божьем. Если вы благословляете Израиль в своем сердце, то Господь обещает благословить вас. Он сказал Аврааму, благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. Спасибо вам за то, что поддерживаете меня. Поддерживайте это служение. А самое главное, спасибо за поддержку Божьего плана в это время на земле. Благословляю вас во имя Иешуаха Машеаха. Увидимся через неделю. Шалом, шалом и шалом. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Я ва рэхэхэ я ва и шмарэ ха я и ря вэ панавэ лэ ха ха ви ху и ху нахо и са я вэ панавэ лэхо вэ ха а сэм лэ ха шалом панавэ 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 чтобы бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну христову программа узнавая еврейского Иисуса достигает Израиль и весь мир в следующем выпуске вы узнаете почему спасение Израиля очень важно для вас и каждого верующего в Иисуса Христа не пропустите этот захватывающий выпуск вы получаете назидание вере и обновление через проповеди Равина если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера мы приглашаем вас стать нашим партнером достигая Израиля и весь мир заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране чтобы стать партнером служения Равина снарядить тело Христа созидать церковь и благовествовать этому миру благодаря вашей поддержке служение узнавая еврейского Иисуса сможет достичь мест которые мы не смогли бы достичь без вашего участия вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения царя Иисуса шалом возлюбленные я прочту из Евангелия от Марка 12 главы 41 стиха и сел Иисус против сокровищницы и смотрел как народ кладет деньги в сокровищницу интересно что сам Бог пришедший во плоти наблюдал за тем как люди отвечали на призыв любви и приносили жертвы и приношения и сейчас Он также наблюдает за нами ему важно увидеть насколько жертвенные мы с вами сегодня мы должны как подобает почитать Господа тем имуществом какое Он нам доверил если для того чтобы вас наставлять и питать Бог использует служение узнавая еврейского Иисуса то будет по-библейски правильно почтить Бога своими финансами пожертвовав в наше служение я прошу вас сделать это если Дух Святой побуждает вас к этому если Он стучит в двери вашего сердца чтобы вы почтили Его через наше служение просто будьте послушны Ему Бог всегда вознаграждает послушных если вы хотите стать нашим партнером то отправите свои пожертвования по адресу которые вы видите на экране для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС или же вы можете сделать это на нашем сайте в знак благодарности мы вышлим вам аудио проповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537 на земле многие из нас верны Господу в финансах если вы желаете почтить Господа своими финансами отправившись на небеса зайдите в раздел «Завещание» телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра посетите Ютуб сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса» Иисус родился иудеем жил иудеем и умер иудеем его первые последователи были иудеи но все же христианство и иудаизм разделены Раскопайте исторические факты стоящие за этим великим разделением с помощью новой книги Курта Шнайдера «Лев Иудин» Равин говорит о том, что две религии которые поклоняются тому же Богу идут разными путями но однажды христианство и иудаизм объединятся под знаменем Мессии Иешуа узнайте, как соединены между собой Ветхий и Новый Завет и как Иисус совершает иудаизм